Библейские повествования 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 которые показывают, насколько мы глубже понимаем смысл сказанного, если рассматриваем, как оно звучало для первого читателя. Один из таких рассказов, первый, который мы с вами рассмотрим, это то, когда Бог говорил для израильского народа о том, что они должны будут сделать себе определенные предметы, определенные вещи, определенные составы, священного помазания елея и так далее, которые должны были бы быть использованы в скинии, которая должна была быть построена. И скиния для евреев символизировала присутствие Бога посреди них. То есть это не просто так было придумано, нужно сделать какую-то там палатку, куда бы люди приходили за советом к священникам и тому подобное. Это было повеление Бога, которым он сказал, и он четко определил, что должно быть, в какой пропорции и так далее. И вот одна из таких вот вещей, на которую я бы хотел обратить ваше внимание, это елей священного помазания. И когда мы с вами читаем Писание, там написано о том, что он должен был состоять из нескольких вещей, из нескольких составных частей. И дальше перечисляется об этих составных вещах. Это было, если вот рассматривать по той последовательности, как оно там описано, одна из таких вещей смирно самоточная, потом был предмет, который, в общем-то, был достаточно ароматический, это корица, это тростник благовонный, кассия и оливковое масло. Все это смешивалось, составлялась специальная такая вот мазь своего рода, но она более жидкая такая была, которая использовалась именно как елей для священного помазания. То есть этим елеем должны были быть помазаны какие-то предметы в храме, которые служили для определенных целей, сами священники. И написано, что тела прочих людей не нужно было помазывать. То есть Бог хотел показать, что вот этим символизируется особое присутствие Духа Божьего вот с теми людьми, которые помазаны, что они имеют особым образом помазание от Господа. Это был видимый символ. И вот здесь несколько таких моментов, которые мы должны для себя выяснить. Прежде чем мы перейдем к толкованию, прежде чем мы придем к тому, чтобы определить, что же это значит для нас с вами, мы должны увидеть, что это означало для самих евреев. То есть в чем была цель? Прежде всего, раз это внешнее было, то есть причина описания, чтобы показать, как можно увидеть человека, который посвящен на служение Богу, от человека, который может быть не посвящен. То есть сделать разницу. Этот человек помазан, то есть Господь, Дух Божий пребывает вместе с ним. А этот человек как бы не имеет этого помазания, потому что он не служит Богу. И вот поэтому было написано, что тела прочих людей не нужно помазывать, а только те, которые служат Богу. То есть вот это определенная разница. И мы с вами видим в какой-то мере для нас с вами сегодня, что если мы хотим иметь помазание от Господа, мы должны трудиться для Бога. То есть первично то, что мы посвящаем себя на служение в какой-то мере, то есть готовы. И тогда приходит помазание, которое начинает действовать в нашей жизни, подготавливать нас и так далее. Если мы этого не осознаем, достаточно сложно увидеть, как Бог начнет действовать в нашей жизни. То есть если мы просто лежим дома на диване и ожидаем, когда же сойдет на нас помазание Господне, чтобы мы начали для него трудиться, мы можем ожидать до самого пришествия Господня. Потому что помазание для того, чтобы лежать на диване, особо не нужно. Мы можем и без помазания лежать. И вряд ли кто-то скажет, смотри, как помазанно он лежит на диване. Мы можем сказать, как он помазанно проповедует, как он там помазанно молится о ком-то. Но вряд ли вот такое выражение. И разницы мы особо не увидим. Но если только он лежит и халилуя через слово произносит, или еще что-нибудь в этом роде, ну, можно тогда определить. Поэтому один из таких важных моментов – это то, что человек должен понимать, что он должен трудиться для Бога. И если он посвящает себя как знак, как признание того, что Бог дает это ему, приходит помазание. И вот здесь возникает как раз-то вопрос, почему этот рассказ помещен. Для евреев это было важно понять, что делает помазание в жизни человека. Потому что если мы не видим смысла в нем, мы не будем нуждаться в этом. То есть если говорить, надо же иметь помазание, а для чего оно нужно по сути своей? Ну что оно делает? Что дает помазание в жизни человека? Вот по сути своей, если так рассудить. Мы больше иногда говорим о том, что важно, важно, чтобы было помазание. Мы пытаемся как-то выразить его, наверное, может быть только с точки зрения, как внешне это выглядит. Но на самом деле мы не понимаем, что делает помазание в жизни человека, для чего нужно. Если мы понимаем это, мы действительно будем с дерзновением и с ревностью искать его. Это то же самое, как, например, знаете, как один рассказывал про человека, который молился за миссионеров. У него была такая традиция или привычка. Но он молился не потому, что он действительно переживал о них. Ну, просто так нужно было. Знаете, такая молица была иногда. Господь, благослови миссионеров там в Африке, которые где-то трудятся. Надо спать уже идти. И вот такая была молитва. И пастор потом как-то, услышав подобную молитву этого человека, ты знаешь, что ты лучше вообще тогда не молись. Ну, потому что зачем тебе делать то, чего, в общем-то, в чем ты не видишь нужды, необходимости, и ты неискренен просто. И он ему такой привел пример. Скажи, говорит, как бы ты молился, если бы ты сам оказался там? О благословении миссионера, в частности, себя лично. О, говорит, я бы, конечно, переживал, молился, я бы усиленно, потому что я хотел бы, чтобы Господь действовал. Ну, так вот, говорит, теперь представь, что как будто бы ты вместе с миссионерами и таким вот образом молись. Тогда, говорит, ты увидишь смысл, у тебя будет действительно дерзновение это делать. Так вот, касаясь помазания, для чего оно нужно? И вот Бог хотел показать евреям, что это важно, нужно, потому что оно что-то производит в жизни человека. Но поскольку помазание как бы внешне не видно, потому что это действие Духа Божия внутри человека, поэтому он использовал какие-то видимые образы, которые говорили бы для людей. И вот мы читаем состав этого елея священного помазания. Теперь мы должны выяснить, как евреи воспринимали вот эти составные части, что они для них значили, почему именно эти вещи Бог сказал использовать. Потому что это не просто так было. Раз елей символизировал присутствие Господня, значит, в данном случае, каждая из составных частей этого елея символизировала что-то то, что Бог делает в жизни человека. И вот теперь мы должны выяснить, не просто представлять, ну что это могло бы быть, а действительно выяснить, для чего вообще евреи использовали каждую из этих составных вещей. И первое, то, что там было, значит, получается смирно самоточное. Если мы в Библии не находим подробного описания, что такое смирно самоточное, для этого есть справочная литература. Даже если вы в интернете, в любом войсковике, там, Google или еще каком-нибудь, наберете слово смирно, вам высветится какая-нибудь небольшая, хотя бы даже статья из энциклопедии, чтобы иметь представление, что это было. Это растение, которое, напоминаю, что-то среднее между кустарником и деревом, а вот, которое выделяло само по себе смолу. Капельки смолы, которые выделялись. И, как правило, смирные растения называли, смирные называли вот эти капельки смолы, которые выделялись. В принципе, многие деревья выделяют смолу сами по себе. Например, сосны выделяют смолу, вишня выделяет смолу, черешня выделяется вот этой капельки смолы. Если долгое время проходит, они там застывают, превращаются в янтарь в итоге. То есть янтарь – это застывшая смола. Иногда там можно насекомых разных найти и так далее. И вот, получается, это смирно, именно самоточное подчеркивалось, потому что смирно обладало определенными качествами, которые были полезны для людей, иногда они искусственным образом ее вызывали. Брали, просто делали надрез на коре, и она выделялась. Но она не обладала всеми теми качествами в полноте, потому что это искусственно было вызвано. Когда же от преизбытка веществ, вот в соке дерева эта смола выделялась, она действительно обладала определенными качествами. Так вот, какими? И опять же, если посмотреть историческую, справочную литературу, мы можем найти то, что смирно использовали в качестве вещества, которые они поджигали, и вот этот дым или это курение, вот это смирно, они использовали в нескольких целях. Одна из них, это было как болеутоляющее. То есть, если у человека болела голова, например, или же какое-то было такое не очень состояние, вот он поджигал эту смирну, и своего рода как ингаляция, вот эти вот пары вызывали определенное облегчение, как болеутоляющее. Вот эту смирну или курение этой смирно использовали в том числе, как антибактериальное вещество. То есть, если, например, в доме кто-то болел, какая-то была простуда и так далее, они брали и смирно окуривали дом для того, чтобы вот эти бактерии или вирусы, которые там находятся, каким-то образом убить. Если в доме появлялась едкая плесень, то же самое место, где эта едкая плесень появлялась, окуривали смирно. То есть, таким образом, она была как медицинское средство, которое, в общем-то, удаляло болезнь, удаляло боль у человека, которая была, головную боль, или зуб ему болел, или еще что-то. То есть, оно, своего рода, как было болеутоляющее. Это одна из составных вещей. То есть, оно символизировало собой болеутоляющее. Если мы проводим аналогию с Духом Святым, потому что четко видно в Писании, что Елей символизировал присутствие Духа Божьего, значит, теперь мы видят, как воспринимали это евреи, видим, что оно для них символизировало. Что символизирует болеутоляющее? Удаление боли, да, утешение какое-то. И поскольку мы знаем с вами, в том числе, еще Новый Завет, мы можем увидеть, что Елей, священное помазание, присутствие вот этой смирны, символизировал действие Духа Святого, которое утешает человека, дает ему чувство комфорта, помогает ему, если он испытывает какие-то духовные болезни, освободиться от них, выздороветь, духовно воспрять. Вот это, как бы, одна из таких частей. Но это еще не все. И поэтому мы смотрим дальше, прежде чем мы сделаем окончательный вывод о значении Елей священного помазания. Второе вещество, которое там было, тростник благовонный. В принципе, там было два вещества, которые были ароматическими. Это тростник благовонный и корица. Значит, если говорить о тростнике благовонном, то, в принципе, он сам по себе не настолько был уже очень ароматическим. Ну, тростник, представляете, что такое? Невысокие такие, в общем-то, палочки, сверху которых такая метелочка зеленая. А вот тростник обычно брали в Египте, где его было достаточно много. С тростника делали, в общем-то, бумагу, папирус, который использовался. И цветочки, когда он свел, такие небольшие, люди тщательно собирали, потом ложили под пресс, прессом сдавливали очень сильно. И выделялось что-то такое, что-то типа масла вот такого ароматического. Вот и обычно его в качестве духов использовали. Причем того времени девушки обычно не столько еще на тело наносили, например, духи, сколько они на шею вешали такие маленькие, как сосудцы, типа кувшинчиков таких. Туда это масло ароматическое наливали, и оно так постепенно испарялось. Вот, и вокруг них всегда стоял прекрасный аромат. Вот, это было тростник благовонный, то есть, который сжат был под прессом, и получено было вот это масло. Корица сама по себе. И сначала запах, то есть, это растение, они использовали обычно либо кусочки вот самой коры этой корицы, вот, делали такие, как палочки с корицей, и их ставили иногда просто как ароматизаторы. Иногда эту корицу перемалывали, добавляли в пищу, чтобы придать определенный аромат, вкусовой и запаха. То есть, она придавала определенный запах. Теперь смотрите, то есть, это создавало в елее священного помазания определенный аромат. То есть, другими словами говоря, когда человеку на голову выливали этот елей, можно было слышать его запах. То есть, ему не нужно было бегать и кричать, я помазан елеем. Запах был очень специфический, и каждый человек мог просто без его даже слов ощущать этот аромат, который был от этого человека источаем. Вот, поэтому он не ходил со значком «Я помазан, не господен». Это можно было и так слышать. Если сегодня, если человек использует какие-то парфюмерные вещества, значит, можно слышать запах. Не использует, тоже можно слышать. Поэтому, как бы, сразу видно. Теперь, если брать по аналогию с Духом Святым, опять же, написано, что мы должны источать аромат Христового благоухания. То есть, соответственно, раз это Христово благоухание, то, соответственно, помазание или Дух Святой, который присутствует в нас, дает нам возможность быть людьми, от которых исходит вот это благоухание. То есть, если говорить о духовном уровне, то люди на духовном уровне ощущают, что этот человек действительно является помазанником Господним. Они видят это через его действия, через поступки, через слова. Ему не нужно говорить, кричать, заявлять о себе, как о помазаннике. Это будет видно через его жизнь. Теперь возникает второй вопрос. Почему же тогда два вещества все-таки? Корица и тростник. И здесь несколько таких тоже моментов, как аналогию можно провести. Тростник сам по себе, как бы не настолько был ароматическим, но именно под прессом, когда сдавливали, выделялось это масло. Теперь смотрите. Если мы говорим об аромате Христова благоухания, в чем он выражается? Вот если так подумать. С одной стороны, он выражается в том, что люди видят в человеке присутствие Божье. Видят мир и покой, который Бог дает, и который, в общем-то, через этого человека и другим даже передается. Ну, можно вспомнить, например, пример, когда, помните, Павел с силой находились в темнице, когда их там избили, и они были в достаточно неприятном состоянии, и они при этом славили и благодарили Бога. И это такое впечатление произвело на всех остальных, что они остановились, написанные, начали все их слушать. И некоторые толкователи такие с юмором говорят, что Богу настолько понравилось, как они поют, что Он им зааплодировал, и в итоге землетрясение произошло. Потому что после того, когда они там пели и все их слушали, произошло землетрясение, после которого покаялся темничный страж, потому что никто из них не убежал, и в итоге не только темничный страж, но и весь дом его. Ну, это так, как бы, дополнение, но факт тот, что вот как раз-то присутствие Господне, даже когда были трудности и скорби, дало им возможность проявить мир и покой, который дает Бог. То есть, другими словами говоря, обычно в ситуациях, когда проблемы и трудности, что свойственно людям делать? Возмущаться и роптать. Даже реакция христианин очень часто бывает. Господь, почему ты допустил? Как ты мог? Я же тебе так верно служу. Вот представьте себе того же Павла. Он же не просто так упал в темницу, там, за какое-то правонарушение. Он Слово Божье проповедовал. И он бы сказал, Господь, где твоя защита? Где вот твоя охрана? Где те ангелы, которые должны были бы меня защищать? Я же проповедовал. Ну, что я тут в темнице сделаю? Я должен проповедовать на свободе. Почему я тут оказался? Ну, как ты мог так Господь мне допустить? Я же вроде ни в чем не согрешал. За что? Но он этого не делал, потому что он понимал, что многие вещи могут в жизни происходить. И вот как раз-то этот тростник благовонный, который источал вот этот запах или становился ароматическим веществом, именно под давлением, он показывал для евреев ту сторону, что если они имеют помазание Господне, то тогда, когда жизнь их сдавливает прессом, когда приходят трудности гонения скорби в их жизни, Дух Святой дает им возможность тогда быть не ропотниками, а людьми, которые источают аромат Христова благоухания. Ну, а корица, которая сама по себе источал запах, говорила о той стороне жизни, что когда все хорошо, все прекрасно, нормально, замечательно, ну, тогда, естественно, опять же, человек источает этот аромат Христового благоухания. И, с другой стороны, оно показывало, что если ты помазанный Господень, не нужно об этом кричать, это будет видно в твоей жизни, в твоих поступках, в тебе самом. Следующее вещество ароматическое, вернее, не ароматическое, а которое входило в елей священного помазания, это была кассия. Еще по-другому она киция называется. С этим веществом достаточно интересно, потому что кассия само по себе растение, кустарник, который чем-то чайные кусты, вот чайное дерево напоминает. И с него обычно срывали листья, кору иногда срывали, и делали настой, который обладал очень сильным действием в плане ослабительного эффекта. То есть это естественное натуральное ослабительное, причем одно из самых сильнейших. Его до сих пор используют, в принципе, в медицине, особенно, когда у человека есть аллергическое лекарство, аллергическая реакция на какие-то лекарства, они ему дают вот эту настойку с кассией, и очень быстро освобождается желудок, в общем-то, кишечник помогает в случае необходимости. И вот здесь такой вопрос, достаточно в какой-то мере, может быть, немножко интересный, к чему слабительное в елее священного помазания? Ну, понятно, ароматическое вещество, болеутоляющее, а здесь как бы слабительное. Вот, и евреи, смотря на этот состав, понимали, что дело слабительное. Очищает, удаляет. И вот, причем удаляет то, что в какой-то мере, естественно, для человека, но ускоряет этот процесс. Так вот, когда человек приходит на служение Богу, да, мы можем сделать вывод определенный, что у нас есть всегда определенные какие-то черты характера, например, нашего, какие-то, может быть, понимания, которые у нас есть, которые в той или иной мере нам естественны, но при этом они препятствуют тому, чтобы мы были эффективными в служении Богу, которые останавливают нас где-то на пути, которые где-то нас затормаживаются из-за какие-то сложности. И происходит, конечно же, изменение наше. Мы растем во Христе, но этот процесс иногда бывает более медленным. Так вот, помазание Духа Святого, то есть присутствие Господня в жизни человека ускоряет этот процесс. То есть Дух Святой очищает человека, удаляет вот все те вещи, которые препятствуют ему в служении. Помогает ему очиститься, помогает ему возрастать духовно, помогает ему убрать те препятствия, которые существуют в его жизни для того, чтобы Господь мог эффективно его использовать для служения. И поэтому вот это слабительное, именно об этом и говорило в составе елея священного помазания. И последнее вещество, которое туда входило, это было оливковое масло. И здесь можно как бы достаточно увидеть очень ясную картину, может быть, как завершающий штрих для понимания помазания, священно помазания, елея священно помазания, как символа присутствия Духа Святого. Оливковое масло использовали в нескольких целях. И опять же, открывая справочники, рассматривая, как оно использовалось в те времена, можем найти три таких основных направления по использованию оливкового масла. Одно из них, его использовали в качестве пищевого продукта, для приготовления пищи. Готовили пищу на оливковом масле. Это вполне было нормально, естественно, которое говорило о том, что оно несет реальную физическую пользу для людей, как один из продуктов питания. Второе, оливковое масло использовали и как горючее вещество. Наливали иногда в светильники, там лампадки определенные, и оно служило тем, что оно давало свет, оно зажигалось и горело. И третье, которое может быть менее употребительное для нас с вами сегодня, как понимание значения, но оно было как валюта. Своего рода такая жидкая валюта, то есть оливковое масло очень высоко ценилось. И поскольку в те времена была в основном миновая торговля, то есть иногда это был эквивалент серебряных денег, там слитки обычно мерные, которые они там отмеряли, то есть они приходили со слитками серебра, там отрубали какую-то часть, если нужно было меньше заплатить, там на весах взвешивали и определяли эквивалент. В некоторых случаях, чтобы было гораздо более полезным, они обменивались просто товарами. И они договаривались, сколько что стоит. Например, 10 овец будет стоить 30 бочек этого масла оливкового или что-то еще. Есть такая древняя история о том, когда скандинавы приехали впервые в Англию торговать. В Скандинаве они выращивали овец, и решили приехать в Англию для того, чтобы менять их. И отец скандинав, предположим, норвег, своему сыну говорит, сынок, запоминай и учись, как правильно на английском нужно общаться. И вот они там в порту начинают общаться. Тот говорит, значит, показывай, значит, на своих овец и делает так, показывай три, говорит, кто-то понял дает ему три коровы а вот потом дальше показать тот ему и показать 2 тот ему два барана дал все обменялись все нормально сын едет он так не такой же сложно этот английский язык бему и никаких проблем очень просто все так вот они обменились менялись обмен был определенный и вот в итоге он приходил если у него было оливковое масло мог поменять его на любые другие продукты питания в зависимости от того количества который был то есть он представил собой ценность и теперь если возвращаемся опять же к пониманию того что все-таки это должно было символизировать действие духа святого что мы можем увидеть если так как продукт питания соответственно что является нашим духовным питанием божье слово правда же мы питаемся это хлеб духовный называется да вот у вас хорошее название церкви до дом хлеба потому что мы говорим о духовном питании которое дается и вот дух святой дает возможность человеку правильно понимать священное писание правильно использовать то есть он питает христос сказал что дух святой научит вас наставит напомнит вам те слова которые вам говорил поэтому вот присутствие оливкового масла напоминал о том что дух святый будет питать человека то есть точек который имеет помазание господня бог помогает ему правильно использовать божье слово своей жизни питает его духовно говорит какие-то вещи ему что нужно как делать поступать с другой стороны как горющее вещество что это означает бог хочет чтобы были горячими для бога правда же горящими не холодными не теплыми и поэтому дух святой зажигает человека он дает чеку ощущение того что он не просто должен найти так безразлично относиться к тому что происходит церкви но он должен быть ревностным человеком он должен переживать за слово божье и дух святой как раз то зажигая человека дает ему возможность быть таковым и поскольку оливковое масло ну как валюта какой-то мере воспринималось то есть как деньги денежный эквивалент то есть говорила о его ценности его можно было на все остальное поменять то есть она в общем то было кив мерилом какой-то ценности можно сказать ну в какой-то мере может быть она звучит не очень красиво но тем не менее она является фактор то есть помазание духа святого является одной из таких высших ценностей в жизни человека то есть мы можем помазанием духа святого измерять ценность служения мы можем измерять какой-то вот успех человека если он имеет помазание духа святого это то что дает действительно реальную ценность если его нету ну что ты сделаешь если оно есть то можно и то служение начать еще какое-то и бог будет благословлять и теперь смотрите когда мы в совокупности опять все это вместе возьмем соединим получается как бы одно общее или священное помазание которое символизирует действие духа святого и теперь когда в сна задает вопрос и говорит что такое все-таки помазание духа святого эмоции во время проповеди а вот и и или что-то еще или способность человека завести зал а вот и он то вместе с ним что-то делает а это не помазание такое помазание в первую очередь это то что дух божий делать внутри 100 того человека который является выносителем помазание в первую очередь для самого человека и только потом для тех кому он служит потому что именно помазание духа святого означает особое действие духа господня внутри человека который дает ему возможность преодолевать трудности скорби и утешает его помазание господне дает возможность человеку источать аромат христова благоухания то есть как человек который допустим там девушка в сосудце носила вот это значит тростник благовонный наш запах кого тростника изл и источало получается то же самое здесь то чек имеющий помазание господне источает вокруг себя вот это присутствие божье она ощутима людьми она дает возможность помазание господне исправляться нам освобождаться от каких-то плохих негативных черт нашего характера и он дает нам возможность духовно возрастать питаться быть горящими для бога вот это то что она делает для нас и когда мы это понимаем мы-то действительно видим почему нам так нужно молиться о помазание духа святого если мы хотим быть успешными в нашем служении почему нам нужно переживать об этом они так испугай мне помазание а действительно просить чтобы господь послал но при этом мы понимаем вас там написано что только те которые трудятся нужно помазывать то мы должны делать шаги для того чтобы начинать служение для того чтобы искать служение чтобы молиться чтобы исполнять какие-то даже пусть самые какие-то незначительные действия но по созиданию церкви господней и божье помазание будет приходить жизнь человека и только потом уже после этого когда человек является сам помазанником там дальше написано опять же бог говорит для евреев что те которые прикоснуться к этим вещам которые были помазаны или к людям которые были помазаны они тоже осветятся то есть другими словами говоря не то что они сразу станут святыми но помазание который на этом человеке она определенные действия произведет в том кто соприкасается с его жизнью и в новом завете мы уже можем видеть что-то подобное когда помните павел пишет о семье и говорит если муж верующий а жена не верующая она освещается верующим мужем наоборот то же самое если жена верующий муж не верующий он освещается верующий женой там равна дети их то есть передача помазания помазание которое присутствует она не проходит бесследно но она оказывает влияние и на других людей которые соприкасаются с этим человеком с этим помазанником вот таким образом когда мы с вами рассматриваем этот рассказ мы можем увидеть что речь в нем если вот обратить внимание на структуру например этого повествования делать ударение на том что очень важно понимать что помаза не нужно для того чтобы исполнить служение для того чтобы быть эффективным для того чтобы те который соприкасается с этими людьми с этим служением тоже почувствовали присутствие этого помазания ключевые слова которые можем найти вот каждое предложение Например, это то, например, масло оливковое, тростник благовонный, то другое, третье. Мы выделили эти ключевые слова. Но опять же, мы не просто так сами решаем, почему, к чему, что, для чего. Мы смотрим, как они их употребляли. И в итоге мы видим, что цель написания – дать возможность евреям понять суть Божьего помазания. Правда же? Когда мы увидели цель, мы пытаемся тогда объяснить, как это звучало для первых читателей. И когда мы поняли, как это звучало для первых читателей, как они понимали, тогда мы можем перенести это к нашим дням и понять, что делает священное помазание в нашей жизни. Мы не говорим сейчас конкретно о елее. Мы не говорим о том, что нам необходимо для того, чтобы помазание в вашу жизнь пришло, сейчас пойти нарвать этого тростника благовонного, насобирать корицы, найти масло. Но масло оливковое – самая, наверное, меньшая проблема. Можно в любой магазин зайти и купить его. Корицу тоже. Тростник благовонный чуть сложнее. Кассию, я не знаю, надо в Среднюю Азию ехать, чтобы нарвать этих листьев. Смирно – то же самое, кусочки смолы. Но тем не менее, это не означает, что автоматически оно придет. То есть сначала Бог призывал, выделял человека, и потом уже помазание приходило. То есть помазание – это было уже как знак внешнего свидетельства, которое выливали елей на эту голову для того, чтобы люди видели. Мы же сегодня видим вот эту аналогию. Это один из таких моментов анализа рассказа того, что происходило, как оно происходило, каким образом происходило. Но мы можем массу и других рассказов найти точно так же в Библии, для того, чтобы выделить те или иные события. Например, когда евреи выходили из Египта. Там было несколько моментов таких особых событий, которые мы можем с вами увидеть, как особое, может быть, учение, которое Бог хочет нам сегодня преподать. Потому что все то, что происходило в физическом мире, оно отражало определенные действия, которые происходят или происходили в духовном мире. И один из таких примеров, например, взять, когда Моисей пришел к фараону, и когда он говорил, что Господь сказал, что мы принесли жертвоприношение нашему Богу, что мы должны пойти на три дня пути и там принести и так далее. И фараон каждый раз говорил, нет, не надо, и некоторые причины говорил. Вот возьмем для примера, например, вот этот отрывок Священного Писания. Опять же, что мы делаем? Мы пытаемся определить структуру. То есть мы видим, что в данном повествовании таких четыре основных структурных компонента. Первый раз, когда он пришел, фараон ему сказал, что, знаете что, приноси здесь жертву. Второй структурный отрывок, когда он сказал, ладно, хорошо, можешь идти принести жертву, но пусть идут только одни мужчины. Третий структурный отрывок, который мы можем видеть, он сказал, ладно, хорошо, ты можешь идти, но ты иди так, что только вы, взрослые, идите, а дети пусть там имущество останется. И четвертый структурный отрывок, который мы можем видеть, это то что он сказал ладно вы все идите на пусть ваше имущество останется на что евреи сказали даже копыта не оставим все унесем с собой а вот как бы эта структура теперь дальше мы определяем ключевые слова которые встречаются каждом из этих отрывков вот я уже не рассказывал подробно по что думаю что вы все этот текст священного писания знаете вот и мы можем увидеть какое ключевое слово первое которое встречается там идите сами не приносите здесь только здесь вот пусть здесь это происходит моисей говорит нет если мы здесь будем делать это будет ненавистным для твоего народа потому что наш бог является какой-то мере мерзостью вот как форма и поклонение которую мы делаем нашему богу для вас египтян и так далее второй отрывок который мы видим там периодически ключевое слово встречается идите только одни мужчины только одни мужчины идите вы только сами туда и никого не берите с собой третий смысловый отрывок периодически встречается слова хорошо но только оставьте детей вот пусть у вас это так и будет вот таким образом поступить и прочь вот и четвертое ладно хорошо вы едите на пусть ваше имущество остается пусть имущество будет на мое имущество не оставим то есть вот эти слова периодически повторяются таким образом раз мы это увидели выдели ключевые слова смысловые отрывки структуру мы начинаем пытаться выяснить все-таки какова была цель для чего бог оставил это повествование для нас ведь можно было очень просто записать к примеру все ну то уже произошло про даже в прошлом и стали бы просто моисей пришел фараону тут его не сразу хотел пускать но тем не менее потом все таки он отпустил после того когда бог сдал несколько казни и таким образом евреи вышли все несколько предложений ну какая нам разница все равно же это произошло уже давно евреи переселились ну мало ли что они там за разборки с фараоном были но раза на оставлен значит была цель и цель показать каким образом фараон хотел оставить потому что все время оставлял моисей все время хотел уходить тот всего ему предлагал различные варианты то все еще не соглашался хотел исполнить до конца то что сказал бог и в итоге цель написания показать нам какое противодействие со стороны фараона было по отношению к моисею и как моисей ввел себя чтобы соответствовать божьей воле которая была для него сказано эта цель написание и причина то есть увидеть как может быть нам вести себя в ситуации когда вот подобным образом бог ожидает от нас посвященности полного служения и в то же самое время со стороны приходит какие-то определенные испытания или же какие-то противодействия и теперь дальше если посмотреть мы начинаем смотреть как же это все-таки звучало для самих евреев как они воспринимали что это было смотрите форма поклонения богу предусматривал в том числе приносение жертвоприношений жертвоприношений которые приносились например за грех когда человек что-то сделал не так бог сказал достаточно ясно что наказание за грех это смерть но поскольку человек как бы передавал свое наказание тому животному это животное умирал таким образом совершала справедливость чек понимал что за него кто-то другой умер вот но при этом он проявлял все равно веру потому что не кровь животного смывала с него его грех смывала вера в то что бог прощает его приняв заместительную жертву все равно был элемент веры это не механическая балдец надо я решу мало ли что верю я бога не верю если я хочу чтобы он ко мне нормально относился на тебе корову на тебе еще одну на тебе еще одну и все абсолютно нет должна была быть вера что посредством этого действия бог дает прощение чтобы соглашается так и быть ладно уже вместо твоей смерти я приму смерти этой коровы и дам тебе прощение но для египтян получается почему он говорит что это будет мерзость если мы здесь будем делать потому что они поклонялись корове как одному из своих богов там у них было бога один из которых был виде корова другой виде бы а вот и поэтому если вы них него бога при них жертву приносили представьте какая была реакция бы этих египтян и поэтому он говорит нет мы не можем этого сделать и вот мы здесь видим какой нюанс то есть фараон предлагать со своей стороны хорошо хочешь служить своему богу служи но не отличайся от нас будет такой же самый как ему хочешь служить богу служи в египте да пожалуйста верь в иегову там кого ты веришь неважно но ты будь такой же как мы поступай точно даже как мы оставайся таким зачем тебе уходить куда-то он ведь нет я не могу быть такой как ты мы должны поступать по-другому это как мы поступаем может вам не нравится потому что это не соответствует вашему стилю жизни это не соответствует вашим ценностям которые вас есть египте у нас есть другие поэтому мы не можем оставаться такие же самые как и вы и при этом верить богу либо мы верим богу поступаем так как он хочет что вам не нравится либо же мы получается поступаем так, чтобы вам нравилось, но таким образом мы проявляем непослушание по отношению к Богу. И таким образом мы видим, что первое, что евреи видели в этом повествовании, когда они читали, это то, что Фарон предлагал. Хорошо, верьте в Богу, но оставайтесь такие же самые, как и мы. Не отличайтесь от нас. На что тот не согласился. Второе, тогда Фарон говорит, ладно, хорошо, если уже ты это хочешь, мужчина глава семьи, пусть идут одни мужчины. То есть ты веришь, мужчины другие верят, вот пусть они идут. Чего вы же детей, женщины берете с собой? И опять же, что они видели в данном ситуации? Хочешь служить Богу, служи сам, нечего свою семью вовлекать. Зачем ты будешь рассказывать своей семье, для чего это тебе нужно делать, почему ты таким образом хочешь поступать? Все, сделай таким образом, сам служи, не вовлекай свою семью. На что Моисей сказал, мы не можем так поступить. Даже если я верю Богу, я все равно буду говорить своей семье, я возьму ее с собой, я вовлеку ее в служение. И опять же, он не согласился. Третье, когда зашел разговор о том, что он ему предложил, что ладно, хорошо, если уже так есть, отойди туда, возьми только это и так далее. То есть он своего рода, получается, навязывал ему следующий вариант. Ладно, хорошо, хочешь служить Богу, хочешь служить всей своей семьей, пожалуйста, но сделай с теми ограничениями, которые мы тебе дадим. Вот только таким образом, как мы на тебя накладываем это ограничение, как мы считаем, и никак не иначе. Оставь для себя, пойми, что даже если ты семью делаешь, но делай все равно в пределах того, как мы тебе скажем. И опять же, он не согласился с этим. И последнее четвертое касалось его имущества. Ладно, все делай, что хочешь, и как хочешь, и где хочешь, но пусть твое имущество остается здесь. На что, опять же, он не согласился. Теперь мы, как бы выяснив то, что для евреев это означало, что нужно Богу посвятить все. То есть выполнить все, как требует Бог, служить самому, говорить об этом своей семье, свою семью увлечь, и служить Богу в том числе и всем тем, что у тебя есть, своим имуществом и так далее. Мы тогда уже можем увидеть аналогию или же посмотреть, какое значение этого рассказа для нас с вами сегодня. Что это нам с вами сегодня говорит для наших дней. И в данной ситуации, получается, фараон, который противодействовал израильскому народу, который противодействовал Богу, который ожесточался, он является в какой-то мере прообразом того мира, в котором мы живем. Или же вот тех обстоятельств, которые нас окружают, то есть система мирской, которая существует. И те же самые похожие искушения. Хорошо, ты можешь верить Богу, но не отличайся от нас. То есть верь где-то себе там в глубине души, ну что ты будешь поспать по-другому, зачем тебе выделяться? Делай то же самое, как и мы, ну Бог же любящий, Бог милостивый, Бог добрый, какая тебе разница? Главное, чтобы ты его исповедовал, и все на этом. А так, живи такой же жизнью, как мы живем. Зачем тебе отличаться? Ну смотри, у нас же все хорошо, все прекрасно, что тебе не нравится? Оставайся такой же самый, как мы, а иначе мы тебя принимать не будем. Ты будешь другим, ты будешь своего рода изгоем, ты будешь где-то там вдалеке от нас находиться. Зачем тебе это нужно? Оставайся таким. Но видите, просто верить в Бога недостаточно. И Писание достаточно ясно говорит, что бесы веруют и тупещут, но вы знаете, от этого ничего в их жизни не меняется. Как были бесами, так и остаются, несмотря на то, что они признают, что Бог есть. Поэтому просто верить, что Бог есть, это еще не все. Потому что вера в Бога подразумевает в том числе и верность Ему, хождение с Богом вместе, повиновение, послушание Ему. Но это подразумевает, с другой стороны, что мы будем отличаться от тех людей, которые нас окружают, которые не верят в Бога. Мы будем отличаться от того мира, который нас окружает. Мы не будем разделять всю их систему ценностей, и они из-за этого не будут нас принимать за своих. Но опять же, Писание говорит, не думайте, что это что-то такое странное. Наоборот, это вполне естественно. Христа гнали, и вас гнать будут. Это вполне естественно, когда люди смотрят на вас и говорят, слушай, ты не такой, как мы. Ты не хочешь, как мы поступать. Но кто ты такой после этого? И для кого-то это смущение, но с другой стороны, это хороший признак того, что мы действительно являемся теми людьми, которые в первую очередь для себя ценностью поставили те слова, те заповеди, о которых говорит Господь. Второй момент, который касается самого служения. Предложение тогда следующее. Хорошо, зачем ты навязываешь свою веру кому-то? Веришь ты Богу? Вери. Зачем тебе евангелизировать? Зачем тебе проповедовать? Ну пусть каждый человек сам по себе ищет, как он хочет служить Богу. Зачем ты навязываешь свое мнение? Ну зачем тебе сделать евангелизацию? Чего ты мне рассказываешь о Боге? Чего ты берешь в свою семью и так далее? Служи себе сам Богу, как хочешь. Твои дети вырастут, пусть сами определяются. Люди, которые тебя окружают, пусть сами ищут, как они хотят. Хотят так верить, хотят так. Зачем ты говоришь об истине? Зачем ты проповедуешь, что именно так нужно служить Богу? Служи себе сам, не навязывай свое мнение никому другому. Но опять же, с точки зрения Писания, это неправильно. Потому что, во-первых, сам Христос сказал, идите и проповедуйте Евангелие Царства Божие всем людям. И с другой стороны, Он говорил о том, что мы должны и нашим детям, и другим людям говорить, проповедовать, и в первую очередь, конечно же, своей семье и тем, которые являются с нами в кромном родстве. Поэтому это еще один из методов, который мы можем вывести для себя как урок. То есть не только мы должны служить Богу, но и вовлечь, и рассказать, и показать для нашей семьи. Хотя мир все усилия прилагает для того, чтобы этого не произошло. Чтобы было, так сказать, самоопределение и тому подобное. Третий вариант, или же третий момент, который касался всей этой истории, это то, что фараон хотел таким образом дать им возможность, ладно, раз вы служите, вы служите, но делайте это таким образом, как мы вам скажем. То есть ты служишь Богу, даже служишь своей семьей, но примите ограничения, которые мы на тебя накладываем. Ты можешь делать только так, но не иначе. Вот такие вот пределы, вот в этих пределах служи Богу. За эти пределы не служи Богу. Но в данной ситуации Писание достаточно ясно говорит, что больше нужно слушаться Бога, нежели человека. Помните, когда тому же, тем же ученикам запрещали проповедовать об Иисусе Христе? Они говорят, в другом мы можем вас послушаться, но в данном случае нам надлежит больше слушаться Бога, нежели людей. Иисус сказал проповедовать, поэтому не важно, что вы нам запретили, написали какую-то статью там или еще что-то, что мы не должны этого делать, мы больше будем слушаться Богу. И последняя, наверное, та сфера, которая вот уже после всего этого иногда людьми даже не замечается. Ну что там такого? Зачем даже копыта не оставлять? Но она говорит о другой сфере жизни человека. Зачем тебе что-то посвящать Богу? Это же твое. Пусть оно тебе и остается. Зачем тебе десятины в церковь приносить? Зачем тебе приносить какие-то пожертвования? Зачем тебе какие-то там проекты церковные финансировать? Или еще что-то? Зачем это нужно? Это же твои деньги. Ты же их так заработал. Зачем ты их отдаешь? Оставь их себе. Не надо Богу слушать. Богу достаточно того, что ты в него веришь. Богу достаточно того, что ты даже своей семье об этом рассказал, другим рассказал. Ты даже вроде что-то другое делаешь. Пусть твои финансы останутся тебе. С пользой для своих целей и так далее. Это тоже одно из искушений, которые есть. Себе, себе, мне, в какой-то мере определенного рода эгоизм. И вот Писание говорит о том, что все-таки правильным является то, что нужно понимать. То есть и такая часть нашего служения, как служить тем, что у нас есть. Нашими финансами, принося десятины, то есть исполнять то, что сказал Бог. Поэтому они говорят, мы не знаем, что из того, что у нас есть, Бог захочет, чтобы мы использовали, когда мы будем приносить жертвоприношение. Поэтому мы возьмем с собой все, даже копыта не оставим. Что говорит о том, что Бог хочет, чтобы мы, понимая нашу зависимость от Него, были готовы использовать все то, что у нас есть для того, чтобы послужить Богу. В финансовой стороне, в финансовую сторону, в другой каких-то областях, значит, другие какие-то моменты и тому подобное. Это требует нашей посвященности и жертвенности. Я читал одну такую интересную статистику в одном из журналов, кстати, американский христианский журнал, не помню сейчас точное название, но они приводили такую статистику. Они решили исследовать, как много людей, которые являются пастором и начали свое служение пастором в возрасте 25 лет, как много из них остается в этом служении к 65 годам, когда они как бы уходят на пенсию. Вот оказалась достаточно интересная статистика. 23% только из них остаются в служении. Остальные либо уходят, не выдержав в той или иной мере нагрузок служения, либо же умирают, не дожив до этого возраста. Но это статистика, которую они проводили в тех церквях. Я думаю, что, наверное, славянские пасторы более сильные. По крайней мере, нам хотелось бы очень на это надеяться. С другой стороны, нам нужно молиться за это. Но это показывает, что не так все просто, как это казалось бы кому-то со стороны. Потому что многие люди просто не оценивают в какой-то мере духовного труда. Потому что, знаете, физический труд – это физический. А что он там вышел за кафедру, знаете, как болтать языком, это, в общем-то, не мешки перегружать или еще что-то делать. Но они не понимают тех моментов, которые касаются, в том числе, эмоциональной нагрузки. То, что касается определенных переживаний, то, что касается каких-то волнений, то, что касается бесед, которые происходят за пределами обычных церковных служений, то, что касается каких-то конфликтов, которые возникают, которые нужно решать, переживаний за все эти вещи. Это отражается достаточно сильно, в том числе на здоровье, на нервной системе. Это отражается на том, что человек то время, которое мог бы посвятить себе, он посвящает церковь, он приходит, он жертвует этим временем, он жертвует своим здоровьем, он жертвует своими дополнительными финансами, он переживает, в том числе, кроме того, что он еще трудится для церкви как правило не всегда церковь ему всегда взаимно отвечает как правило о ком больше всего разговора в церкви о пасторе или других служителях а уже потом у остальных членов церкви вот и как правило у кого-то появляется какая-то тайна первую очередь это тайна возможно касается паса ты знаешь я тебе расскажу только ты никому не говори это по секрету но знать этого человека такое же чувствую уж такой секрет доверили он другому рассказал тоже по секрету есть такой в россии писатель вишневский владимир он пишет короткие стихотворения вот одно из его короткие стихотворения звучит так все больше людей нашу тайну хранит вот этот часто то что происходит иногда в том числе и в церкви все больше людей нашу тайну хранит и причем чем больше эту тайну хранят тем меняется смысл этой тайны уж начинается с одного пока дойдет до следующего уже многие новые детали появляются которых изначально и не было это правда и конечно же не так уж приятно через все это проходить и вот в данной ситуации получается вот когда мы с вами рассматриваем это тоже определенного рода жертва и много людей не выдержит это зачем мне это надо я лучше спокойно в церковь приду отслушаю проповедь себе спокойно уйду и никто меня трогать не будет но дело в том что если мы хотим действительно трудиться для бога мы должны быть готовы трудиться всем тем что у нас есть и в том числе быть готовыми пожертвовать и нашим временем и нашим комфортом нашими финансами быть посвященными тому служению которое бог дает для каждого из нас и потом видите вот все эти рассказы не в какой-то той или иной мере дают нам возможность увидеть применение на практике тех принципов которые бог заложил поэтому если мы говорим о рассказе или повествование то они как правило не формулируют и не формируют доктрину то есть доктрина это основа вероучения которая является как бы для нас основополагающим вот этим вот камнем на котором мы строим весь фундамент уже наших дальнейших каких-то действий так далее то есть это то правило которое незыблемо вот который говорит например вот ну так три нам относятся вопросы которые касаются понимания бога его сущности понимание спасения оправдание там и так далее все эти вещи вот так вот рассказы эти доктрины не формулируют то есть мы не можем на основании рассказа построить доктрину какую-то вот потому что так произошел спасение значит именно так только всегда бог спасает абсолютно нет рассказ только лишь подтверждает что бог спасает например и приводит пример как в данной ситуации произошло это спасение вот поэтому рассказ это просто описание того что делали люди там доброе или плохое и как вот божий принцип проявился в жизни когда они его исполняли когда него не исполняли к чему это привело и он просто является иллюстрации вот такой картинкой этой доктрины которая была в действии и поэтому когда мы с вами читаем рассказ когда мы оцениваем те или иные действия прежде чем мы до конца все-таки примем для себя надо нам это исполнять или нет мы должны обратить внимание вообще как бы на то кто говорит те или иные слова в этом рассказе говорит ли эти слова бог или говорит эти слова человек если говорит эти слова бог значит соответственно одно отношение и смотря что бог говорит то есть говорит ли он с иронией или он говорит там примерно полном серьезе потому что например христос иногда говорил с иронией он сказал ну идите дополняйте меру ваших отцов которые убивали пророки то есть время сна говоря ну идите, убивайте пророков, добейте их до конца. Но он же говорил с иронией, он не имел в виду на полном серьезе. Знаете что, идите, убивайте пророков, как ваши отцы делали, молодцы. Абсолютно нет. Или же Бог говорил вполне серьезно, то есть касаясь того, как они должны были поступать. С другой стороны, если это говорил человек, то какой человек говорил? Благочестивый человек или неблагочестивый? Притом, если он был благочестивый, действительно ли Бог его слова посчитал правильными? Не противоречат ли они в целом всем остальным текстам Священного Писания? И это, кстати, очень важный момент, потому что иногда, когда мы читаем Библию, мы возьмем какую-то цитату, вроде хорошее выражение о Боге, а потом посмотрим, вполне возможно, что это сказал не тот человек, и он мог ошибаться. Вот очень многие люди иногда цитируют книгу Иова. Одна из самых популярных книг, в принципе. Вот если смотреть по популярности, раньше когда-то у людей, которые были менее грамотными, чем мы с вами, вот они читали в основном две книги, Псалтирь и книгу Иова. Даже более была популярна книга Иова, потому что всегда в жизни есть страдания, проблемы, трудности, вот они перечитывали, как Иову было плохо, нам еще не так плохо, поэтому хоть как-то можно утешиться. Знаете, человеку всегда легче, когда у другого хуже, чем у него. Ему гораздо сложнее, когда у другого лучше, чем у него, и порадоваться вместе с ним. Гораздо проще поскорбеть, ну не переживай, ничего страшного. Знаете, как один человек говорил, что если кто-то купил новую машину, например, вы Феррари купили, очень мало найдется людей, которые искренне будут радоваться, как я счастлив за тебя, что ты купил Феррари, ты на такой машине теперь ездишь, как я доволен. Гораздо больше людей подойдет разделить с вами горе, когда эту машину у вас заберут там, разобьете вы ее где-нибудь в какой-то аварии, причем по вашей вине, так что даже иншурненс не покроет, да, страховка. Вот тогда найдутся люди, которые придут, похлопают по плечу, ну не переживай, Господь дал, Господь взял, ничего страшного, Бог поможет как-то тебе пройти, ну может Бог тебя смиряет, найди урок, я вместе с тобой, я переживаю за тебя, брат. Вот таких людей будет гораздо больше, чем те, которые будут радоваться. Ну вот такая натура человеческая иногда бывает. Так вот, поэтому и читали книгу Иова, потому что, ну знаете, еще до таких страданий не у всех доходило дело. Поэтому хоть как-то немножко теплесно у вас, но не все так плохо, как могло быть. Но, и знаете как, цитировали слова из книги Иова, там же написано, смотрите, Бог говорит однажды или дважды, потом прекращает говорить и так далее. Я помню еще как бы свое время, в какой-то мере, ну относительно детства, когда меня мама, которая в нашей семье первая пришла к Богу, пугала иногда. Будешь плохо слушаться, Бог тебе раз-два скажет, и все, и сразу в ад попадешь после этого. Я очень боялся всех этих вещей. В какой-то мере доля правды есть, иногда нужно кого-то страхом спасать. Но на самом деле, если внимательно посмотреть, эти слова, которые из книги Иова берут, они принадлежат одному из друзей Иова, о котором Господь сказал, что он не так верно обо мне говорил, как раб моего. И таким образом, ему нужно было обратно потом этому другу раскаяться, прийти к Иову, чтобы тот помолился, и тогда Господь сказал, я только прощу. Так вот, смотрите, если мы берем во внимание этот стих, а Бог сам о нем сказал, что он не так верно обо мне говорит, можем ли мы на основании этого целую доктрину построить? Да даже более того, если внимательно посмотреть в Писании, сколько раз, скажите, Бог обращался к израильскому народу, чтобы те раскаялись? Ну, наверное, больше, чем два раза, это точно, вот, или к другим людям, по-прежнему сегодня продолжает звучать Евангелие, и вряд ли, наверное, даже вы, евангелизируя кого-то, особенно из своих родных, близких, говорите ему только два раза. Первый раз пришли, так, нужно покаяться, ты грешник, иначе погибнешь. Второй раз пришли, последний раз тебя предупреждаю, последнее серьезное предупреждение, покайся, иначе ты погибнешь. Все, больше тебя предупреждать не буду, потому что сам Господь через мой голос говорил тебе, дважды сказал тебе Господь, ты Ему не ответил, все. Все, больше спасения для тебя невозможно. Конечно же, это будет неправильно. Поэтому мы очень должны быть внимательны, кто говорил эти слова, и какое мнение Бога об этих словах было, и что это был за человек, потому что иногда бывало так, что, кстати, тоже нужно быть внимательными, иногда даже если и нечестивый человек говорил, но эти слова были правильными, потому что Бог побудил его. Есть одно интересное выражение, например, написано о царе Кире. Бог сказал, он пастырь мой. Да, выражение достаточно интересное, потому что, ну, по сути своей, вряд ли можно сказать, что Кир был настолько уже благочестивым человеком, да еще и пастырем Господним. Но на том этапе он был действительно пастырь, потому что что делает пастырь? Он приводит овец на то место, где они должны быть. И Кир был тем человеком, который евреев вернул туда, где они должны были быть. То есть издал приказ, на основании которого они обратно вернулись в ту землю, из которой они были забраны, из-за того, что они не слушались Бога. Вот как бы он выполнил эту функцию, за это он был назван. Но это не означает, что все, что он делал, было хорошо. В некоторых случаях Бог иногда даже использовал тех или иных людей для того, чтобы произнести что-то сказать, чтобы остановить даже иногда праведников. Поэтому это такой момент, который является достаточно важным. С другой стороны, в каком контексте эти слова сказаны, и повторяется ли данное указание в Библии в других местах. Потому что если даже Бог повелевает что-то делать, но оно только разово встречается, это вовсе не означает, что мы действительно должны следовать этому. И поэтому периодически мы должны обращать внимание, когда идет какое-то даже повеление в рассказе, подтверждено ли оно всем остальным писанием, находится ли оно в гармонии с остальным писанием. И, как правило, любые культурные обычаи, традиции, которые в этом рассказе упоминаются, они вовсе не являются нормами поведения для нас с вами. В какой-то мере иногда они могут совпадать и могут продолжать оставаться нормами поведения. В некоторых случаях они абсолютно не являются для нас нормами поведения. И это вовсе не означает, что мы должны только так делать и не иначе. Носили евреи к истинной одежде, это же вовсе не означает, что мы должны то же самое сегодня делать. Или какие-то другие вещи, которые они делали. Для их культуры это было нормально, для нашей культуры какие-то другие вещи. Но принцип, который Бог туда заложил, он остается. Например, в чем был принцип, когда они должны были навязывать слова из закона Божьего на руку и на лоб себе. До сих пор ортодоксальные евреи видели такие, специально у них есть ремешки, навязывают на руку, там есть, кстати, несколько видов, как навязывают, в зависимости от того, к какому крылу иудаизма они относятся, на лоб, на руку навязывают, потому что было написано в Ветхом Завете. Смысл был в том, чтобы напомнить им о том, что они должны в своих действиях разной руке руководствоваться Божьим Словом и в своих размышлениях, о чем они думают, что руководит впоследствии их поступками, они тоже должны иметь во внимании Слово Божье. Но это вовсе не означает, что если мы повяжем Слова Божьи на руку и на лоб, мы автоматически будем исполнять то, что Господь требует. Мы должны действительно читать Библию и исполнять то, что говорит Библия, а не просто на руке носить или что-то еще. Поэтому это тоже такой достаточно важный момент. И прежде чем мы с вами сделаем небольшой перерыв, хочу вам еще одну историю, такую, чтобы немножко вас, так сказать, расслабить, а то, я смотрю, вы так напряженно сидите, слушаете. Историю рассказать по поводу вот этих всех надписей. Например, в православной церкви практикуется в какой-то мере сопроводительное письмо. Когда человек умирает, ему ложат специальное, так на лоб обычно, сопроводительное письмо, чтобы точно знать, куда его направлять нужно, чтобы его в рай пропустили. Вот, отправили на эти мытарства и дальше, в общем-то, пропуск в рай. И вот, это реальная история, кстати. Один мой друг, который живет, в общем-то, в городе, а его родители живут в деревне, у них там кто-то умер, и вот православный священник отпевал, но пришел, значит, к сожалению, достаточно в таком нетрезвом состоянии, забыл этот пропуск в Царство Небесное ему положить. Вот, так его и похоронили. Но, знаете, все-таки батюшка, там, не очень хорошо его было прерывать. Вот, через две недели кто-то еще умер в этой же деревне, и тот же священник приехал. А вот, ну и уже был в более нормальном состоянии. Пришли, значит, эти родственники прежнего умершего. Говорят, знаете что, батюшка, вы в прошлый раз были пьяны и забыли пропуск в Царство Небесное положить. Что же делать? Он говорит, не беспокойся, сын мой, с этим два положу, тому передаст. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова